Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24 студии. Работают Хасан Исраилов и Вер Захарчук. Здравствуйте. Нефтехимия, зеленая энергетика, авиационная и обрабатывающая промышленность. Казахстан готов создать условия для более широкого присутствия французского бизнеса на отечественном рынке. Об этом президент заявил на встрече с сопредседателем казахско-французской межправительственной комиссии Оливье Бештам. Приветствуя дипломата, Касым Жумар Тукая высоко оценил уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что его первый визит в нашу страну придаст новый импульс стратегическому партнерству. Обсуждались также вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Казахстана во Францию. Вы прибыли со специальным посланием от президента Эммануэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция – наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества. Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным. Он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство. Подразделения КНБ предотвратили ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Арестованы 19 человек. Об этом сегодня президенту страны рассказал председатель комитета национальной безопасности Эрмек Сагимбаев. По его словам, с начала года нейтрализовано 8 опасных организованных преступных групп, ликвидировано 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов, реализованы и операции по противодействию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду фактов сейчас проводится расследование. Совместно с правоохранительными органами удалось ликвидировать полтора десятка нарколабораторий и пресечь 17 каналов наркоторговли. Кроме того, технические подразделения спецслужб отразили около 2000 хакерских атак на объекты критической инфраструктуры страны. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений. Казахстанцы добровольно сдали в полицию около 1000 единиц оружия и более 13 тысяч патронов. И это только за три недели проведение акции по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия. Из-за республиканского бюджета на это выделили 88 миллионов тенге. Порядка 70% из них освоили, сообщили в МВД. Всего за 11 лет акции казахстанцы добровольно сдали 56 тысяч единиц оружия и свыше 2 миллионов патронов. За эти годы выплачено 1,9 миллиардов тенге более 46 тысячам гражданам. Акция эффективна. Об этом свидетельствует тенденция ежегодного снижения количества преступлений с применением огнестрельного оружия почти наполовину. Что касается суммы выплат, она варьируется от 34 тысяч до 345 тысяч тенге. Зависит от вида оружия и его технического состояния. Подать заявление можно в любой территориальный орган полиции. Крупный пожар потушили сотрудники ДЧС в столице. Огнем было объято около 300 квадратных метров жилой площади. Загорелась крыша частного детсада. Огонь перекинулся на соседний дом. Чудом обошлось без жертв и пострадавших. Воспитатели успели вывезти детей из горящего здания. Отмечается, что в момент пожара в детском саду было около 30 воспитанников. Причина возгорания выясняется. Пожар удалось локализовать в течение 40 минут. На тушение пожара было задействовано 40 человек личного состава, а также 13 единиц техники. До момента прибытия пожарных подразделений 26 детей, а также 4 воспитателя администрации были выведены. Хотелось бы отметить, что частный детский сад на 70 человек был расположен. В Кустанай началось судебное разбирательство по делу бывшего директора Басаманского лесхоза. Асхата Жакашева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам дела, он позволял частникам в пожароопасный период заготавливать древесину. И этим нанес ущерб больше, чем на 22 миллиарда тенге как государству, так и отдельным гражданам. В начале судебного разбирательства заслушают потерпевших. Их по делу 170 человек. Среди них рядовые сельчане и предприниматели. Напомним, в сентябре прошлого года пожар в Уликольском районе уничтожил больше 40 тысяч гектаров леса. Аким Актюбинской области Ролы Тухжанов поручил проверить все нефтедобывающие предприятия региона на предмет обеспечения безопасных условий труда. Он посетил месторождение Жаножол, где накануне вспыхнул пожар на газоперерабатывающем заводе, который удалось ликвидировать только сегодня утром. В тушении огня участвовали больше 50 спасателей. Причины возгорания сейчас устанавливают. На месте работает специальная комиссия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил пожарной безопасности. Четверых пострадавших доставят в ожоговый центр Актюбе. Состояние мужчин медики оценивают как стабильно тяжелое. У них ожоги от 25 до 48 процентов тела. Сейчас рабочие находятся в центральной больнице Тимирского района. Ожоги предплечья, туловище у одного лица. Они в сознании. Мустеолог у нас есть, у нас койки есть ожоговые при БСМП. Сейчас бригада снова поедет. Вернее, они в пути. Они осмотрят там же на месте. Если нужны какие-то реанимационные или какие-то мероприятия проведут, лишь после этого будут вывозить. Одного на вертолете, а троих по тяжести состояния посмотрят. Кого на вертолете, кого наземным транспортом. Больше полутора миллиона тенге. Такова общая сумма штрафов в Уральске за месяц. За рожек костров наказали 29 горожан. Нарушители выявили в ходе рейда в городских местах отдыха, а также на дачных участках. Специалисты отмечают, что на территории региона участили и случаи возгорания сухостоя. Поэтому команды спасателей, инспекторов лесного хозяйства усилены. Им помогают волонтеры. С начала года в регионе произошло два лесных и больше 20 степных пожаров. Ведется спутниковый мониторинг через геопортал по термоточкам по выявлению возникновения лесных пожаров. Напоминаем жителям области, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и санитарных правил в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 367, где предусмотрен штраф от 30 тысяч до 5 миллионов тенге. Водители в Мангосталовской области просят не поддаваться на провокации. В социальных сетях распространилось видео, автор которого призывают к участию в акциях протеста против повышения цен на ГСМ. Прокуроры провели беседу с водителями грузовых машин и вручили им акты прокурорского реагирования. В надзорном ведомстве предупреждают, что за призывы, организацию и участие в подобных незаконных мероприятиях грозит до 25 суток ареста. Эти акции незаконны, никаких разрешений с местными исполнительными органами не получали. В этой связи мы в целях предотвращения незаконных действий лиц сейчас проводим грозительную работу. Распространяются ложные и фейковые сообщения. Эти действия также влекут уголовное наказуемое деяние вплоть до 7 лет лишения свободы, ограничения и лишения свободы. Год ограничения свободы получил житель Уральска за незаконное предпринимательство. Он продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города. Почти 100 тысяч пачек сигарет мужчина пытался перевезти из Алматы. Уголовное дело завел департамент агентства по финмониторингу Западно-Казахстанской области. 11 казахстанцев остались в Судане по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел нашей страны Айбекс Мадияров. До эскалации конфликта там находились 17 наших соотечественников. 11 казахстанцев решили не покидать Судан. 10 из них работники горнодобывающей частной компании. Еще одна сотрудница организации врачи без границы. Она решила остаться в стране, чтобы оказывать медпомощь местным жителям. В МИДе сообщили, что поддерживают с нашими гражданами связь. Шестерых казахстанцев эвакуировали в другие страны совместными силами МИДа и иностранных посольств. Они были доставлены в Ярданию, в Эмираты, в Саудовскую Аравию, в город Джидду и в Эпиопию. Одна гражданка Казахстана, являющаяся сотрудником ЮНИСЕФ ООН, разместилась в кампусе ЮНИСЕФ, который находится в Ярдании. А другая наша соотечественница по своему желанию решила остаться в Эмиратах, в Объединенных Арабских Эмиратах. Четверо наших сограждан прибыли в Казахстан. Министерство финансов США уже к 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг. Что грозит дефолтом, если к этому сроку законодатели не поднимут потолок госдолга или не приостановят его действия. Об этом заявила глава Минфина Джанет Йеллен в письме к законодателям. Она призвала, цитата, защитить полное доверие и кредитоспособность Соединенных Штатов, как можно скорее приняв решение по вопросу о лимите заимствования правительства, который составляет более 31 триллиона долларов. Кроме того, она добавила, что невозможно с точностью предсказать, когда у США закончатся деньги. Сообщается, что после заявления Йеллен президент США Джо Байден пригласил лидеров республиканцев и демократов в Сенате и Палате представителей на встречу в Белый дом. Предвыборная кампания в Турции набирает обороты. 14 мая будут проходить выборы президента и парламента. В главной схватке, по словам экспертов, сойдутся нынешний глава государства Раджептей Пардоган и лидер оппозиционного блока Народный альянс Кемали Акалыч Даруглу. Зауреш Думанказа знает все подробности. Зауреш, добрый вечер. Добрый вечер, Вера. Да, страсти накаляются нешуточные. По результатам некоторых исследований, у Калыч Даруглу есть хорошие шансы на победу. В то время как рейтинг Эрдогана слегка пошатнулся. Обо всем по порядку расскажу сейчас. В воскресенье в общественном парке Анкары было негде яблоку упасть. Десятки тысяч людей со всех уголков страны прибыли в столицу, чтобы поддержать своего лидера Раджепа Таипа Эрдогана в предстоящей гонке. Обращаясь к сторонникам, президент призвал их к активности и выразил особую надежду, возложил на молодежь. Он также раскритиковал оппозицию. Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире. Выступление Эрдогана перед телекамерами шло около двух часов. Турецкий лидер продемонстрировал мобильность и активность, что нельзя было не заметить. И это после того, как мировые СМИ облетела новость об ухудшении его здоровья. И несмотря на высокие рейтинги, предстоящая гонка для 69-летнего политика будет нелегкой, уверены эксперты. Турецкая экономика переживает кризис. В стране высокая инфляция. Только в марте цены на продукты выросли примерно наполовину в сравнении с прошлым месяцем. После мощных землетрясений погибли десятки тысяч людей. Миллионы остались без жилья. Противники Эрдогана обвиняют нынешнее правительство в коррупции и допущении низких стандартов строительства. Согласно опросам, больше трети жителей винят в катастрофе скорее власти и 27% застройщиков. После долгих премий оппозиция в начале марта определилась с единым кандидатом Клын Чадороглу. Не самым рейтинговым, но опытным политиком. Он организовал многотысячные митинги в Измире и Тагирдаге, где заявил, что планирует победить в первом туре. Клын Чадороглу пообещал вытащить страну из экономического кризиса, при этом добавив, что его команда принесет в Турцию, цитата, «демократию, просвещение и мир». Среди других его обещаний – изменить конституцию и вернуть парламентскую систему правления. Может измениться и внешняя политика. Клын Чадороглу также заявил, что намерен укреплять отношения с Западом. Экономика находится в состоянии полной катастрофы. Мы знаем об этом. Мы также знаем, какую экономику мы унаследуем. Но Турция должна вырваться из этой хватки. Турции нужно снова подняться. И Турция должна измениться. Помимо действующего президента Эрдогана и Кемаля Клыч-Дороглу, участвовать в гонке изъявили желание председатель партии «Мемлекет» Мухарам Инже и член Альянса АТА Синан Оган. Еще в апреле Мотта и Булгу Ресеч отпросили почти 2,5 тысячи человек в 26 провинциях. Результаты исследования показали, что нынешнего президента страны поддерживают 41,5% избирателей. Почти половина опрошенных сообщили, что готовы проголосовать за Кемаля Клыч-Дороглу. Третье место 6,5% занял Мухарам Инже, а последнее Синан Оган. Аналитики также отмечают о погрешности исследования в 2%. Голосование за рубежом, к слову, уже началось. Центр избирком страны оборудовал 156 участков в десятках стран. Так владельцы турецких паспортов, которые проживают во Франции и Германии, уже сделали свой выбор. У диппредставительств Турции в обеих странах, где в общей сложности проголосовать должны около 2 миллионов человек, образовались длинные очереди. Мнения, впрочем, разделились. Я пришла, чтобы поддержать нашу страну и особенно нашего президента. Мы от всего сердца надеемся, что его снова изберут, и он сможет покорить весь мир. У него были небольшие проблемы со здоровьем, но ничего страшного. Да, я за то, чтобы президентом страны стал другой человек. Знаете, экономика сейчас на нуле, поэтому власть должна смениться. Явного фаворита, по мнению политологов, все-таки нет. Для победы в первом туре кандидат должен набрать как минимум половину голосов. Но такой исход маловероятен, считают эксперты. Поэтому они не исключают проведение второго тура. Он по плану должен быть 28 мая. А для вхождения в 600 местный парламент партии должны пройти порог в 7%. Прогнозы социологов для правящего в Турции республиканского альянса здесь неутешительны. Анализ портала интернет-хайбер показал, что возглавляемая Реджепом Таипом Эрдоганом партия справедливости и развития может набрать около 33% голосов. А ее союзник, партия националистического движения, может рассчитывать лишь на 6,6%, чего недостаточно для вхождения в парламент. В то время как рейтинг основного противника Народно-Республиканской партии составляет чуть более 27%. С учетом еще нескольких партий оппозиция может набрать больше 43% или парламентское большинство. У меня на этом все. Вера, передаю слово вам. Спасибо большое за урежду Манказа. Была с Международным блоком новостей. Но мы продолжим с другими темами. В правительстве сегодня обсуждали вопрос обеспечения казахстанцев питьевой водой. Премьер-министр поручил пересмотреть тарифы на воду в стране и в течение месяца дать конкретные предложения. Алихан Сманилов пояснил, что вырученные средства направят на обновление инфраструктуры. В частности, в Министерстве индустрии предлагают автоматизировать производственные процессы и установить водомеры. По мнению Марата Карабаева, это снизит потери воды до 40%, затраты на электроэнергию до 20%. И вдвое сократит количество коммунальных аварий. Миндустрии посчитали, из госбюджета на это потребуется 25 миллиардов тенге. В столице, чтобы решить проблемы с дефицитом воды, намерены построить специальные сооружения для подпитки Астанинского водохранилища. Ориентировочные сроки реализации в ближайшие три года. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов. По словам Сульфии Сулейменовой, Нуринское месторождение в подземных водах планируют использовать как резервный источник водоснабжения города. Вдоль него проложен 67-километровый водовод. Также запланировано строительство еще одного от канала имени Садпаева до четвертой насосно-фильтровальной станции. По словам министра, проект позволит обеспечить столицу водой с учетом дальнейшего роста численности населения. Напомню, месяц назад жители предупредили, что ослабят напор воды из-за дефицита мощности. В этом году с учетом маловодия и последовавшего вододефицита принято совместное решение о переброске из канала имени Садпаева дополнительных объемов по реке Исиль порядка 60 миллионов кубометров, по реке Нура около 95 миллионов кубических метров. Также необходимо провести чистку чаши Астанинского водохранилища от донных иловых отложений в объеме около 47 миллионов кубических метров. В Карагандинской области испытывают перебои с водоснабжением 9 тысяч жителей Каркаралинском. Сейчас воду качают из скважин, расположенных на территории национального парка. Из-за этого обмелели реки, высохли некоторые родники и страдают растения. Решить проблему с водой поможет водовод Жарлы Каркаралинск протяженностью 38 километров. Его строительство близится к завершению. Объект стоимостью почти 3 миллиарда тенге планируют сдать в конце октября. С учетом роста населения новый водовод должен прослужить до 2035 года. Сейчас в данный момент мы получаем, допустим, в сутки 1500 кубов, а по проекту мы можем довести этот показатель до 4000 кубов в день. Если мы введем в эксплуатацию данный объект, 100% обеспечим население города питьевой водой. Объемы производства молочной продукции снижаются в Казахстане. Причина – нехватка сырьевой базы. Поэтому в Минсельхозе предлагают возводить новые товарно-молочные фермы за счет финансирования региональных СПК. На эти цели только в этом году планируют выделить 100 миллиардов тенге, чтобы построить 65 заводов мощностью 373 тысячи тонн молока в год. Что касается овощей, то ими отечественные фермеры полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Вот только овощехранилищ не хватает. Поэтому зимой и весной отечественную продукцию заменяют импортная, которая стоит дороже. На сегодня в Казахстане насчитывается 1208 овощехранилищ, но этого недостаточно. Поэтому до конца года запланировано реализовать 29 проектов по строительству новых овощехранилищ на 111,5 тысяч тонн продукции. Чтобы стимулировать это направление, мы предлагаем возмещать бизнесу инвестиционные вложения в размере 50%. Владельцам автомобилей могут запретить участвовать в программе льготного кредитования. Этот вопрос сейчас на рассмотрении и пока не утвержден, заявил в кулуарах правительства глава Мининдустрии. Раньше при одобрении заявки на это не обращали внимания. Пересмотрят еще несколько условий программы. В частности, ведомстве планируют сделать обязательным первоначальный взнос в размере 10-15% от стоимости машины и установить порог по заработной плате, чтобы сделать программу более доступной. Для еще более прозрачной картины списки тех, кому одобрили заявки на автокредитование, сделают публичными. Кроме того, из ряда доступных могут исключить некоторые модели машин. Сейчас в револьвере ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этых средств хватит на 100 машин. Теперь для того, чтобы мы предусматриваем такой механизм, что будем механизм допускать после того, как средства будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 миллиардов и выше. Сейчас в револьвере есть 4 миллиарда. В течение месяца еще миллиард соберем, потом еще раз объявим программу. Сейчас механизм работает абсолютно прозрачно, в онлайн-формате, без человеческого участия. Это на сегодняшний день самый прозрачный механизм. Судебные исполнители теперь могут налагать и снимать аресты на автотранспортные средства в онлайн-формате. Новшество вступило в силу сегодня. Таким образом, исключен бумажный документооборот между судебными исполнителями и органами внутренних дел. Электронный способ позволил значительно сократить время операции. Если ранее на это уходило около 2-3 дней, то сейчас достаточно 10 минут. Плюс ко всему, система позволяет делать аналитический анализ, вести и отслеживать статистику, выделять регионы. Лидеры среди нарушителей до сегодняшнего дня такой учет не вели. Проект реализован Минюстом. В числе разработчиков также Республиканская палата частных судебных исполнителей, МВД и Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. Сервис позволяет не контактировать с судебным исполнителем, а платить онлайн в течение буквально 10 минут. И это исключает человеческий фактор в обработке старых постановлений, которые судебные исполнители до 2 мая выносили. Мы можем онлайн отслеживать данный процесс, видеть загруженность сервиса, как он отрабатывает ошибки, то есть делать выводы. Более 350 алматинцев пострадали от укусов клещей с начала эпидемиологического сезона. Зарегистрирован один случай заболевания энцефалитом. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города. Среди пострадавших от укусов клещей 187 детей. Всем пациентам оказали экстренную помощь. Самый эффективный метод защиты от энцефалита – это вакцинация, отмечают специалисты. В городе прививки можно получить бесплатно в поликлиниках и по месту жительства. В мегаполисе сейчас проводят противоклещевую обработку парковых зон и листных массивов. Провести каникулы активно и без чрезвычайных происшествий готовят школьников Восточного Казахстана. В Искаминогорске на базе центров юных спасателей ребят учат управлять лодкой, оказывают первую помощь на воде, в том числе медицинскую. Любители покорять горные вершины инструктируют профессиональность альпинисты. Старшеклассники осваивают снаряжение и готовятся стать вожатыми в летних оздоровительных лагерях. Тренировки проводят в виде соревнований. В этом учебном году такими курсами охватили до 100 тысяч учащихся. На базе местных школ действуют 3000 секций. Впереди купальный сезон. Необходимо обращать внимание на соблюдение мер безопасности детьми. Сегодня им предстояло пройти сразу несколько этапов. Самое интересное это, естественно, правила поведения в экстренной ситуации, в том числе на акватории. Детям мы разъяснили, как нужно себя вести на водоеме, чтобы не попасть в беду. В столице стартовал международный студенческий кинофестиваль «Тамирис». В этом году в нем участвуют свыше 60 работ, документальные, анимационные, а также игровые картины. Представили режиссеры из Кыргызстана, Франции, Чехии, Южной Кореи. В программе также мастер-классы от известных кинематографистов и просмотр авторских фильмов. В призовом фонде конкурса кинооборудование и денежный приз в размере 400 тысяч тенге. Лучших режиссеров выберут отечественные и зарубежные киноэксперты по 12 номинациям. Победитель объявят 6 мая. Нужен обязательно какой-то простор. Увидеть работы других стран всего мира, можно сказать. И киношколы, которые мы приглашаем, они привозят работы своих студентов и видим, какой у них мощный уровень. Те киношколы – это показатели все-таки уровня студентов и, в частности, университетов. Для студентов очень хорошая возможность показать себя в таких больших интернациональных фестивалях. Потому что мы, как студенты, стараемся пробиться в нашу большую киносферу и хотим показать наше искусство, наше видение. Сегодня в Караганде стартовали марафонцы, которые преодолеют дистанцию в 1300 километров. Бегуны побывают сразу в четырех областях Казахстана. Забег посвящен двум важным датам – 355-летнему юбилею Бухаржарау и 300-летию исторического события Актабана-Шабаранде-Алкакуль-Сулама, связанного с нападением джунгарского войска. Марина Золотарева знает подробности. Участники марафона прошли медосмотр. К преодолению тысячекилометровой дистанции допущены все. К ультрамарафону преподаватели и студенты готовились целый год. Наши ребята все готовы. Мы до этого готовились хорошо. Мы в том году бегали в Караганда-Олутау 700 километров. Тогда я бежал 42 километра. В этом году чуть-чуть добавили. Здоровый образ жизни ведем. Мы не только словами хотим доказать, что мы сами можем, что это возможно. В забеге принимают участие 50 человек. Среди них и именитые опытные марафонцы. Спортсмены будут бежать посменно, и каждый преодолеет больше 20 километров. Самому старшему бегуну 65 лет. Для меня сложно, наверное, будет крупной дистанции, но наши руководители мне такую дистанцию, естественно, не дают, потому что я не марафонист, но тем не менее я во всех видах спартакеды, которые проводятся в университете на кубок ректора бодрости и здоровья. Сверхмарафон охватит Карагандинскую, Латау, Казалардинскую и Туркестанскую области. В каждой участники посетят исторические культурные достопримечательности. Преподавателями еще есть дополнительная задача. Они должны консультировать, говорить о исторических событиях. В частности, в Казалардинской области наши учителя физической культуры хотят провести мастер-класс для сельских школьников. Завершится сверхмарафон 4 мая на аллее Международного казахско-турецкого университета имени Ясави в Туркестане. Марина Золотарева, Сарана Камбаев, Зарина Тупыхар, Карагандинская область, Хабар-24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.